Просунуть кнёгушку его в этот момент, чтобы он завибрировал. Вы через какое-то время получите р-четень. Да, сложно сразу понять. Не сильно. Кнёгушку вверх. Чуть-чуть, чуть-чуть. Чуть-чуть. Да. И он должен из-за чего заколыхаться, дибрация получилась. Получилось? Да. У некоторых не получается. И через какое-то время... Получилось у вас? Помоешь кому-нибудь? Ну, ребята будут вам благодарны, потому что до 6 лет, если не справиться со звуками, дальше уже практически невозможно. Вытащить из гортани очень трудно. Особенно после 6 лет. До 6 лет у них ещё всё подвижное, всё хорошо растёт. Потом закрепляются речевые условия у них. Они привыкают. Им легче сказать грамотно, чем сказать грамотно. У них язык весит целую тонну. Но он всё равно будет говорить грамотей, но никогда не скажет правильно. Потому что для него это надо думать, вспоминать, а ему это не надо. То есть если тебе не нравится, что... Если пришёл 9-летний ребёнок, у него шансы совсем было? Если к хорошему дефектологу, ну, она, ну, процентов 60-70 при помощи логомассажа. Там специальные упражнения, всякие зонды постановки. С ней работали и научили говорить прррр. То есть если бы пррр. Да? А вы можете попросить её провести язычком манёвушку, как кисточкой. Тогда она говорит рррр. И вернуть сюда язык, вывернуть как бы. Вот так дугу сделать. Она, наверное, загидывает его сильно. А как получается звук вообще? А вы точно уверены, что это не как правило? Иногда они похожи, они такие бывают похожи. А зверь просто ближе, вибрирует середина, спинка языка, а не горло. Ну, он очень легкий. Ну, поучите ее, по-первых. Звук Р никогда не поставьте на украшенную звуку. Всегда нужно скалку, квадратик. Кстати говоря, тоже от этой артикуляционной разминки я вам позже покажу, но сейчас объясню. Сделаем заборчик традиционный, кто-то знает, да? Дудочку. А еще есть квадратик Ч. Как бы беззвучно. Вот скажите И, У, И, Ч. Скажите слух. И, У, И, Ч. А теперь то же самое сделайте беззвучно. И вот этот квадратик Ч, вот он должен открываться у деток. Если не открываться, нижние зубки не видны часто, верхние, значит вот это вот амимичное лицо дает звукообразование неправильно. Часто бывает, возможно, что у вашего ребенка очень высокая нема и короткий язык. Может такое быть. То есть надо смотреть специалист, чтобы посмотрел. Работал специалисты как-то вот. Ну, специалисты бывают разные. Вот. Ну, вообще попробуйте дрожание вызывать, да? И... А тут бр-м, вот то, что вы говорили. Да. Стирка. Стирка. Фрррррр. Др-ррррррр. Да, сюда. Др-ррррррррр. И зачерк туда, пацаны. Да, да, да. Да. Гортальный звук, во-первых, не знаю, как у вас, а у нас в вокале. У нас гортанный звук в серьезные музыкальные заведения с вокальными не берут. Не берут. Потому что это очень большой минус, и вот сколько я была на разных конкурсах с детьми, и все время за круглым столом это обсуждается, что зачем с дефектами речь и прямо на конкурсы выставлять. Ну, голос своя ребенка чудная. Да, чудная, значит, берите песни без этого звука, тоже надо извернуться. Вот, дальше, значит, что еще хотела показать? Резонарно. Что, тут не пахнет, да? Чем? Резонарно. Нет, нет, это другое. Вы понимаете, когда гортанный «Р» у нас идет, здесь именно запущенность, то есть это профессиональные уже немножко дела. Когда они на английском поют, черте что, выговаривают, это можно. Вот вы знаете, я могу сказать, вот смотри, у кого так, мы были в Сочи недавно на конкурсе, в прошлом году, у нас, у меня девочка пела, к сожалению, которая ходит по мне на тренаж, она из здоровых детей, она пела, она взрослая, ей 20 лет, она пела кабарет. Меня отчитали, сказали, что это такое, почему у вас ребенок на конкурсе поет англоязычную вещь. Она была лауреат первой степени, в концерте даже пела, но меня очень сильно отчитали. Зато у нас на нашу прекрасный конкурс «Голос» есть специальный перечень песен и русских песен, там хороших вообще очень мало и плохих тоже мало, а в основном зарубежка. Поэтому, да, тут, видите, каждый хозяин пляшет, как хочешь, поэтому здесь, да. Но вообще с картавостью, конечно, на конкурс, это, ну, нужно стараться, хотя бы, чтобы это нехорошо. А почему руку поет, не правильно выговаривает? Ну, у него как-то мягко. Ну, да, как время у нас картавы, у нас нуля, да. Да, ну, вот еще упражнение, вот это вот, это наши резонаторы. Долосной резонатор мы с вами посмотрели. Очень удобно использовать вулки. Бил, барбол. Бил сверху. Бил. Балб – это средний, бил – это низкий. Смотрите. Когда верхний резонатор, бил, зазвенела голова. Попробовали. Если у вас, конечно, ну, как вы свистите, сколько вы можете. Я думаю, что мы здесь гудеет, здесь чуть-чуть здесь тишется. Есть. 款ши. Серединка. А нас не тянем или Milli Мл? М-м. Би-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-ي-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и. Здесь, здесь ощущение имели, как может быть в какие-то есть. Бам – это средний трудовой. Ба-ба-бам-ба-а-ба-бам-ба-бам-ба-бам-ба-бам-ба-бам-ба python. в которой звук может от обертона поймать и выскочить, как бы немножко его туда, но это у каждого постановка своя, да, вот эти народные там, я честно не знаю вообще, хотя я очень думаю, что это такая классная прослойка музыкальная, потому что очень много именно народных исполнителей, потом здорово поют все, что хочешь. А бом это низкий резонатор самый нижний, самый интересный, представьте, что вы царьков, у вас вот такая вот юбка, вот эта вот умная, которая если по нему шарахнуть, он вот так разбудит и в воздухе вибрирует, говорим бом, начиная где-то вот с этого места и опускаем сонорный лем в ноги, вы почувствуете, как вибрируют пятки, можете встать попробовать, очень интересно. Бом, 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 б Ощущение в теле и вообще резонанское. Это все, Ольга. Так, ну а теперь, если интересно вам или нет, уже терпите, распишитесь. Я хочу показать разминку, которая тоже с дефектологическими корнями. Которая помимо того, что мы координацией занимаемся, моторикой крупной, делаем, например, артикуляционные упражнения. И в этой же разминке мы пространственную ориентацию еще делаем. Потому что право-лево это тоже такая... Право-лево я, конечно, не командую. Чтобы вам было удобно, кому надо, можете сюда подойти чуть-чуть, хотите, там вставайте, так, кому надо. Кому надо записывать, можете записывать. Нужно средне-темповую музыку, ни быстро, ни медленно, потому что дети маленькие, за вашими темпами не успеют. Вы можете делать как угодно, а они не успеют. Я взяла чужую песню, мне очень нравятся детские песни Петряшевы, я взяла у нее песню «Рыжий кот». Нужно записать себе, хватит на русский. Я взяла не песню, нужно именно не песню брать, а музыку. Да, фонограды. Встаем. Значит, мы начинаем с чего? Встаем и ручки на пояс. И друг к дружке мы улыбаемся. Вот они с вами, манкушка, да, и они пошли. Встали. 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 Еще раз сели. Потом мы смотрим, все ли пришли. Семь. Ручки. Стоим, как капитан корабля. Сюда. Смотрим. Кто пришел? Все ли пришли? Нет, мы никого удивились. Взяли опять. Кто пришел? Нету никого. Посмотрели вокруг, никого нету. Пошли дальше. Работаем. Открыли. Гараж называется у нас. Открыли, держим. Закрыли. Опять. Открыли. Закрыли. Поставили пальчики. Улыбнулись. Открыли. Язычок за пальчиками ходит. Открыли. Желательно, чтобы обородок не двигался, да? У детей часто бывает. Зубки верхние всегда видны. Всегда на прогабедите все видны. Ага. Ага. Хорошо. Катушка. Язык цепляет за нижнюю зубу, выкатывается. Детки пальчиками делают это. Ага. За нижнюю цепляет. За нижнюю. За нижнюю. Да. Ага. Толстый. Худой. Толстый. Худой. Не могут в щеки втягивать очень жару. Еще долгий. Хорошо. Потом с правой ноги идем. Ноги ходят все время. Они идут. Ноги ходят. Мы говорим, приготовились. Они готовятся, смотрят точно на преподавателя. Мы начинаем вперед. Ноги все время идут. Это вообще нереально. Четко показывает. Видите, какой удобный. Они все это делают. После этого приготовились. Они приготовились. Они все вперед. В стороны. Спонтанно. Они не знают, куда. Нет, не надо делать, чтобы это было. Именно, чтобы они ходили. Да, куда, чего. Дальше я включаю сюда очень хорошее упражнение, на мой взгляд. Игровые. По подражанию звуков животных. Во-первых, они активизируют мускулатуру, правильный выдох. Постановку зэсэ. Или автоматизацию звука, который, например, не очень четкий и не всегда бывает в речи. Плюс ко всему, выдох этот короткий в игре очень хорошо. Значит, что мы делаем? Мы делаем звук. Прилетела пчелка. Пчелку вешаю обычно. Вот они делают. Здесь на зубе как ружей. Если глубокий звук или неверный, будет ощущение вершения. Не должно. Зубы все резны. Пчелки маленькие, маленькие детки. Зубы все alt-ol. Да. Потом простые жуки. Маленькие жучки. Только работает, все рекомендует. А только смия прибегла. Вот она продачивается вот так. Маленькие эск granting. Вот это мы все с ними поделаем Потом мы еще по кругу с ними походим Животных попоказываем Самый смертельный номер это лягушка Ква-ква-ква От этой лягушки потом идут упражнения вокальные Про жабу там Ну а там же как бы в другом периоде Немножко развития Ква-ква-ква Вот вы сами скажите Ква-ква-ква три раза Ква-ква-ква Вот смотрите Губку нижнюю должны зубки закусить Ква-ква В норме она должна приноситься Ква-ква Они еще должны делать лапки Ква-ква-ква Вот это ква-ква-ква Очень часто избавляет от Ой, извиняю Очень часто избавляет от луэ Квасно Квасило Да? Или например Там что там Например Квампочка Да? Вот это луэ Потому что не опускается губа Вот как бы такие маленькие Дефектологические вроде бы Но на самом деле они очень помогают потом И в работе Если вы вот этот вот зададите им тем И в самом начале То им идет потом очень легко Есть у меня еще такая А потом Если есть возможность у вас Или есть база у вас Возьмите вот такие штучки Такие шарики Вот есть маленькие с уджоку Знаете острые Взрослые-то знают Себе делают А детям нет Есть вот такие шарики Можно даже один И по коже Вот густеть Вот прям Перед занятием При любой прибалудке Ежик-ежик Ни головы Ни ножик Чтоб они помяли Каждый его Передали друг дружке Активизируются вот здесь точки Активизируется работа мозга Они как будто у вас Сразу лимонника поели Будут такие Веселые И работоспособные Они дурные Ну помещение конечно проверят Есть еще Очень интересные штучки Которые можно Они недорогие Честно вам говорю Их можно Среди всевозможные Да На то что дыхание Это вы знаете Есть такие штучки Именно логопедические Они их люди Которые занимаются Ну просто музыкой Ну так Просто музыкой То есть Люди делают совсем Не знают Представляете Вот даешь им такую штучку Вот тут такая радужная веревка Это все Стоит копейки Вот это по-моему 20 рублей стоит в интернете Можно взять несколько Трубки подходят Широкие От этих Которые Продаются Да Коктейли В кинотеатрах Вот он берет Давайте У кого дольше радуга Вот он набрал Сколько нам надо сил потратить Чтобы он столько дул Я не знаю Я делала с ними Как на горке На пригорке Средний возраст Очень хорошо берет Когда надо долго-долго Проговаривать Или сдувание мячика Ну скучно Сразу становится А тут такое соревнование Делают Потом значит Для того чтобы Активизировать голову Иногда бывает Заваренный звук Потому что просто Ребенок не может понять Или даже взрослый Каким образом Направить звук Есть такие носовые флейты Только носик работает Рот приоткрыт Называется носовая флейта Я взял Это есть Прямо в логопедический Любой Логопедический магазин Набирайте Или просто Наберите в интернете Голосовая флейта Носовая флейта Приборы для постановки дыхания Она дает ощущение Выдоха Когда мы с вами Уже умеем Все это дело Делаем Хм Мы знаем куда посылать А ребенок то не знает Он куда хочешь пошлет Стоит и пыжится И уже расстраивается Эту штучку Прекрасно Есть еще упражнение Обманка Лимон Лимонович Лимонов Называется Тоже типа этого Зажимаем нос И говорим Лимон Лимонович Лимонов Для взрослых Скороговорка Намелимый ленивый Налимовый Для детей Лимонов Лимонович Лимонов Как будто три раза чихнули После этого Вы пробуйте Лимонов Лимонов Да С выдохом туда После этого Ладошкой закрываем На прочет Ребенок закрывать Себе можно Накрашенную голову Просто по-честному Не шевеляй Закрываем Потом опять закрываем Лимон Теперь не пробовали Лимон У вас полетело Попробуйте Лимон Лимонович 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 Вот у вас О полетело Сразу Потому что они поняли Куда отдыхать Ну пойдем Вот такой есть Еще прием Ритмические упражнения Сейчас тоже покажу Потому что Это такая беда У меня есть один ребенок Который вообще не чувствует Ну вот с ритмом Такая беда Такая проблема Я не знаю Мне рассказали В свое время Очень Такие Ну скажем так Люди Когда я закончила Консерваторию Женщина Уже профессор Она рассказала мне Что если нарушение Мелодики То это можно исправить Если нарушение ритма То это Практически Полностью Невозможно Ну наверное В каком возрасте Это сделать Потому что Мы вот начинаем У меня есть упражнение Такой паровоз Ну все это знаете Да Едет-едет паровоз Сюда паровоз Конечно Потому что Ребенок Будет делать Ничего без этого Сюда паровоз В руку Колотушку Варакас Иногда Они берут Кастанеты Но вот я Очень использую Деревянные инструменты Всегда с малышами Потому что Это ритма Потому что Хлопать в ладоши Им надоедает А это Им не надоедает Единственное Сразу я говорю Чтобы не было Никаких посторонних шумов Потому что Они очень быстро Переходят в разряд игры Шумом Просто гамма И так далее Мы берем Делаем Вначале по фразам Разучиваем Едет Едет Паровоз Две трубы Стоп колес Две трубы Стоп колес В машине Стоп Рыжий Тет Разучиваем Ритмическую фигуру Только Потом разучиваем Самое стихотворение Там Четыре куплета Потом Начинаем петь Мы поем Это Едет Едет Паровоз Каждый должен Надарить именно В этом месте Если кто-то Сбивается Останавливаемся Объясняем Давай с нами И ребята Начинают Прислушиваться У меня В силу моей работы Есть дети Которые Не говорят О лалики Так называемые Или вообще Недоразвитие Речь может Лишит Первый уровень Когда дети Пять лет Лишат Вот Это я им Рассказала Я сказала По начальной школе Здесь Другая беда Здесь Другая беда Потому что Начальная школа Когда приходят Они уже После Детского сада Уже такие Немножко Детки Которых уже Пошикали Ботикали Они Забывают О том Что есть Природные качества Голосы Наши детки Маленькие Все умеют Игроменькие Что хочет Они умеют И так они Кричат Что мама За углов Слышит Потому что У них резонатор Все работает А потом Начинается Тише нельзя Ты что так Бронко кричишь А ну-ка циц А ты что В садике И нигде нельзя И он начинает Либо здесь зажимать Либо здесь зажимать В итоге Он приходит к тебе Зажатый Пережатый Весь такой И вот В этом Тоже Очень многие Приемы Те же Которые Для малышей Вот я вам Показала Но здесь Работает На психологии Используем Колокола Для того Чтобы более точно Объяснить Резонаторные И здесь Еще есть Такая вещь Я ее Оформила Сама Но детям Помогает Потому что Это Это наглядно И взрослым Помогает Вообще-то И тем Кто закончил Уже музыкальное Заведение И не знает Что это И как работает Помогает Это такая схема Полетности Голоса Как сделать Так Чтобы голос Ител Вот это Первая Которая Икс Например Или тут Игрик Обычно Что-то Не важно Икс А тут Игрик Вот смотрите Там где Икс Это как Немушка Поднять Зубы Задрать Там где Игрик Это Насколько Далеко Отправить Наш голос Делаем Такие Штуки Вы себе Зарисуйте Понятно Что вы Все равно Все забудете Я сама На таких Курсах Бываю Потом Достаю Тетрадки Думаю Боже Это ж Такой Клад Но я Подобно Пишу Вот смотрите Представляем Что у нас Есть подружка По имени Люба И эта Люба Находится Прямо Рядом С нами И эта Люба Задремала Что нам Нужно Сделать Какой Нам Нужно Сделать Голос Чтобы Ее Разбудить Мы же Не будем Ей Вух Кричать Люба Мы потянули Люба Вот это Как раз Вот это Начальная Стать Даже Меньше Вот здесь Заговорщический Голос Люба При этом Аппарат У нас Полностью Встает В ту форму Которая Нужна И дальше Единственная Разница В поднятии Небного Свода Потом Люба На шаг Отошла Мы говорим Люба Чуть подальше Небушка Поднимается Голос Летит И еще Дальше Люба Еще На шаг Люба Еще Дальше Люба Еще Дальше Люба И так далее И вот смотрите Если это Пошагово Отработать И обратно Люба 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 Все Вы будете Да Люба Братцы Жить У вас будет Получаться Работать Точно так же С музыкальным Материалом Вот это все Можно Юлю Сбать Кому-кому Главное Чтобы была Очень Почему Люба Потому что Ю Удобно Удобно Да А я И краткую Добавляю Потому что Единственный Звук Русского Алфавита Кроме К К Который Вообще Такий Который Резко Языком Бьется Небушка И поднимается Наверх Да Кстати говоря По поводу Небушка Иногда Бывают Детки Ой А что тут Рисовать Господи Иногда Бывают Детки Которые Попадают К нам После Серьезного Дефектологического Лечения Например Расщелино Неба Знаете Даже Что это Три года Или в районе Трех лет Обычно Делают Операцию Да Расщелино Неба Заячья Заячья Букуба Булачья Пасть Дети Рождаются С полностью Отверстием Туда В мозгу Очень часто Бывает На начальном этапе Инфекции С которых Детки Погибают Детки Которые Сохраняют К 3 годам Учат Правильно Дышать Оперируют Нашивают Небный Свод Иногда Делают Коротковатым В силу Потому что Ребенок Маленький Неудобно И потом Эти детки Нуждаются В коррекции Вот этой Именно Фонационной Они могут У вас Оказаться Вы можете Даже Этого Не знать Вот таким Детям Им свойственно Носовой Звук Ринофоне Иногда Бывает Что Голос Прямо Извечен Ну Как Ринофоне Да Носовой Вот такой Фонационной По ним Все время Идет Все Гу 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 Вот сюда С ними Тоже Можно Бороться При помощи Этой И краткой Значит Что Там С ними Надо Делать Они Иногда Обладают Сильнейшим Голосом У меня Девочка Которая Просто Громогласная Причем У нее Голос Такой Крепкий Не крикливый Хороший И интонацию Там Быстро С ней Работает Только Одна Система Ай 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 Приподнятые Зубы И туда Ай 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 Начали Просто На разговоре Вы научите Это Невушка Работать Правильно Потом Добавляете Немножку По парочке Ноток Туда Наверх Понемножку По чуть-чуть И настолько Это быстро Помогает Если вдруг Никогда С ними Нельзя Носовой Флетель Заниматься У них и без этого хватает С ними Можно заниматься Дутьем пузырей Можно с ними В стаканчик Трубочку Дуть туда Вы себе На всякий случай Потому что знаете Все бывает в жизни Может кому понадобится Этот совет Вы вспомните Скажите Слушай вот так Дуть все время Только рот Можно даже нос зажимать Но я этого не делаю Специально Потому что он не будет Все время нос зажимать Когда ему говорят Я на ощущениях Я даже зеркало Вокалистам не даю Умышленно Потому что На стене зеркало Никто не поставит Идут ними Они поют по ощущениям Всегда Вот Это что касается С немышком Если к вам Побвал человечек У которого заикание У нас расхожее мнение Что заикание При пении Полностью исчезает Это не совсем так Потому что заикание Легкое Заикание Заикание Это же судорога А судорога Она Вот такая вещь Бывают сильные судороги Бывают так себе Даже ногу свело Когда сильные Когда так Тем более С заикушками С ними Чем хорошо заниматься Мелодик ломат Очень хорошо На них работают Медленные вещи Если вы с ними Будете плавно Чуть На росте В порядке Расговаривать Попросите их дома Именно Первый Например Куплет песни Не пропевать Не пропевать А вот проговорить Например Он поет Там у вас Что он может Петь Беда Ну допустим Он поет Про Россию Что-нибудь Вот поет Или Вопали береза Это точно С вашей Вот Пускай Думаю Вопали Береза Стояла Вопали На одном Выдохе Фразу Да Говорить С этими же Детьми И с другими Детьми Очень здорово Играть с футбол Футбол Делается Так Я почему-то Футбол Не приготовилась Ну допустим Из подручных средств Вы делаете На парте Вот такие ворота С этой стороны И с той стороны Берете Маленький кусочек Ватки Маленький Или бумажки Скатываете Посильнее В мячик И ребеночек Должен Противоположные Ворота Эту бумажку Вдуть Это Когда маленькое расстояние И когда дыхание Нормальное Ну ничего А когда парта Вот парта Это так весело Потому что Ни у кого почти не получается Если уж получилось Но оно настолько Процессом захватывается Что он дует Тебе и дует То что ему нужно Заикание Если у ребенка Сильная форма заикания Ему все равно Допустим Вот он слышит Хорошо И мама хочет И как бы заикание Должно уйти Занимайтесь Потому что Это действительно Развитие дыхания Уверенности в себе Если он будет Вы его научите Субтитры создавал DimaTorzok